Два года человек учится говорить, а потом всю оставшуюся жизнь молчать. Аристотель. Снег растаявший, он вода. Киркоров. В Украине нет и не было никакой войны. В Киев не прилетело ни одной ракеты. Больницы пустые. Пострадавшие лишь те люди, которых обманывают липовыми видео. Это все ложь, монтаж и провокация. Не спешите капать уши святой водой, ведь эта ересь имеет корни. Мы ведь говорим о событиях, которые имеют самую большую доказательную базу. Мне не пришлось глубоко копать. Это пошло от завирусившегося поста в Твиттере. И отвечу на самый главный вопрос, чей же это замысел. Бейкер, журналист Fox News из США, трампист, прокремлин, который владеет профессионально русским языком, а ныне самозанятый. А вот сам пост, породивший кучу заголовков для СМИ и фанатов лучепчика. 24 февраля 2023 год. Меня тошнит от отсутствия кадров украинской войны. Я работал в кабельном новостном агентстве. Я знаю, как это работает. Если идет проливание крови, значит идет. Где военные кадры? Где фотографии лауреатов литературы? Улицеровской премии. Это попахивает мошенничеством. И американцам это надоело. Предъявите уже документальные доказательства или завалите еб***ла. Мы не отправим наших сыновей и дочерей умирать из-за политики коррумпированной недодемократической страны без документальных доказательств. Нам плевать на ваши русские страшилки. Это не вопрос национальной безопасности США. Так что смиритесь или заткнитесь. Данный пост американского экс-журналиста Fox News Кайла Бейкера облетел весь мир. И поставил под огромное сомнение 2500 терабайт материала признаний на канале Владимира Золкина. Десятки, сотни, тысячи роликов с двух сторон. Это первое задокументированное до фрагмента война. Я постарался разобраться в материалах конспирологии. А от вас прошу максимальной огласки данному видео. Так как запрос на виртуальную войну есть. И с ним нужно бороться так, чтобы это видео вышло в топ запроса. Война в Украине. Фейк и монтаж. Итак, на чистоту. Ты хочешь победу Украина. Я хочу победу Украина. По ссылке в описании можешь найти сообщество, в котором состою и я. Есть 3D принтер и желание помочь Украине? Тогда помогай. Печатать не только комплектующие для дронов, но и для медицины и прочих потребных вещей. Слава Украине и героям, как ты. Слава. Когда канал Быть Илия выбрал себе в обзор журналиста Fox News Такера Карлсона, я уж было подумал, что все потеряно. Мои труды в поиске инфы просто... Пшш... Спарились. Очевидно, Такер имеет больше влияния. Трам заявлял, что в случае своей победы имеет намерение назначить Карлсона вице-президентом. Видимо, эти связи и помогли прибыть в РФ для интервью с президентом Владимиром Путиным. Дескать, задокументировать информацию от первого лица. Правду, которая недоступна жителям США. Когда я выяснил, что Кайл Бейкер тоже являлся бывшим журналистом Fox News, я испытывал невероятные эмоции. И был приятно удивлен, что Быть обошел стороной Бейкера. Ведь его пост набрал очень широкую популярность. О том, что война в Украине – это все монтаж без доказательств. Комментарии под постом Кайла стали комментариями у меня на прямом эфире и будущими заголовками новостных колонок. Это фейковая виртуальная война. Ты такой сказал. Подожди. Так, стоп. Для сравнения. Статистика соцсети X. Греты Томберг, Джо Байдена, Наса и 50 центов. Вы вправе возразить, что речь идет всего лишь об одном, одном, завирусившемся паста Кайла. Но люди выше имеют постоянную популярность, влияние и политический вектор. Говорить о владельце социальной сети тоже придется. Да. Илон Маск сделал ретвит восхищенного запахом Путина Такера Карлсона о душераздирающем сюжете про кремлевского ютуб-блогера Гонзала Лира. Гонза после двух долгих лет неудачного блогинга на женоненавистической теме и альфа-санцовости, философства о верности права дела и жизни по правде, решил убедиться лично, что же происходит в Украине. Ведь подвластные иллюминатом в СМИ скрывают правду, а закрытый интернет США не дает доступа к информации. Факт. Гонзик тоже является частью правого движа. Русофил, трампист, бинго. Эй, ну вот я и в Харькове, как можете видеть. Русские в натуре хотят открыть гуманитарный коридор, но режим Зеленского против этого. Но это же не головорезы из Сирии, это нормальные хорошие пачаны. Русские хотят открыть коридор, гарантируя защиту людям. Они очень в этом заинтересованы, потому что они хорошие и думающие, очень прагматичные. Но режим Зеленского не преклонен. Просто змеюка какая, не дающая возможность мирным жителям и военным покинуть места боя, делая из них попросту живой щит. Ему просто наплевать на людей. Схватился гад за свою власть и использует так отвратительно. И это все под управлением хозяев из Вашингтона. Режим Зеленского не хочет решать вопрос гуманитарного коридора, но хочет продолжать их использовать. Русские бгатья не могут повлиять на режим Зеленского, чтобы открыть коридор. Но не могут просто. По сути, я должен был чалить в тюрячке и умереть от бутылки в жопе. Но я оказался смышленым пачаном и взял судьбу за хвост во время пересечения границы. Прямо сейчас я где-то в пяти километрах от Венгрии. Последние два дня я педалил на велике 1300 км от Харькова до этой границы. Мои намерения пересечь границу и попасть в Венгрию, попросить политическое убежище, потому что СБУ хотели меня напутылить снова. Только ЕСОСЕ известно, что будет с моей попочкой. Естественно, он арестован СБУ. 1 мая 2023 году. Но началось всё гораздо раньше. 5 мая 2022 году. Первый прародитель всего этого конспирологического безумия, анонимный Freedom World Warrior остался незамечен пользователями. Информация о том, что в Украине нет войны, просочилась в массы. Facebook и X скрывают доступ к постам видео Анона, ссылаясь на лживость автора видео. Однако данный шизофреник не имеет никакого лобби с Трампом. Ничего общего с правыми силами. Может быть он и испытывает к ним какую-то любовь, но они не отвечают за имя, потому что он аноним. И шизик. Вторая статистика в его твиттере мала, но это не уменьшило запрос на лживость СМИ, что в Украине идёт война. Примером также может послужить следующее видео, на котором мы видим иностранного журналиста, на фоне которого в мешке для трупов шевелится человек. Внизу надпись «Менсдрав Украины посчитал 57 трупов, 169 раненых». Это видео завирусилось и получило широкую огласку. Материалы из Австрии о демонстрации защитников природы Примеров достаточно. Возможно, вы натыкались на подобное. Когда я задумал раскрыть эту тему, я категорически старался остерегаться. Тему видео фальши и банальной подмены звука и интерфейса репортажей. Поступление украинских националистов, бьющих по мирным кварталам. Поскольку это был бы самый простой способ создания теории, что в Украине нет войны, то он самый просто примитивный. Особыми способностями будущий духовно-политический эмигрант не блистал. Из аттестата, который добыли блогеры, узнаём, что учился наш герой не шатканевалка одни тройки. Вернёмся к нашему барану. Какие силы повлияли на распространение поста Кайла Бейкера? С тех пор, как 46-летний журналист покинул Fox в 2020 году, он построил свой бренд, как эксперт правого толка. Сейчас он курирует собственный новостной сайт, появляется в качестве гостя в консервативных подкастах и телешоу, и пишет постоянный поток часто вводящих в заблуждение твитов, включая вакцины от коронавируса, войну в Украине и рейд ФБР на резиденцию Трампа Амар-Алаго. И он находится в сети поддержки Трампа. Об этом говорит издание The Washington Post со ссылками на институты аналитики и наблюдения внутренних специалистов. Очевидно, Гональд Трамп имеет свою сеть, группы блогеров, и в статье указаны все, имена, фамилии. Но вкратце я продемонстрирую вам график роста профиля Кайла. Тут отображено число пользователей Бейкера, которое резко возросло за 6 месяцев до нападения на Капитолий США 6 января. Учитывая интернет-безграмотность, абсолютное отсутствие опыта авторитетного лидера мнения. Он просто скатился в шитпостинг. Кайлу помогла ботаферма Трампа, внося новые волны искажений в такие темы, как культурная война, война ценностей, права трансгендеров и критически расовая теория. Админ регулярно постил кринж, и от него ушли подписчики. Как только они достигнут определенного уровня влияния, они смогут продолжать использовать это влияние в дальнейшем, сказала Кейт Старберт, ведущий эксперт по дезинформации в Вашингтонском университете. График номер 2. Наглядно демонстрирует нам взаимосвязь. Илона Маска и Кайла. Мы видим рост, а затем небольшой откат и остановку числа пользователей Бейкера. До покупки Твиттера Илоном Маском. И тут штат трампистов начал активно работать. Объем подписчиков, журналистов вырос на тысячу процентов. Ваше право иметь мнение, что это всего лишь фейк, это всего лишь боты. Ничего с этого не будет. Но с этого формируется запрос. В демократических странах это ценится. Даже эта ценница берется в учет. Это является рычагами остановок, всяких долгих раздумываний над принятием законов о помощи ВСУ, помощи Украине. Это негативно влияло и будет влиять на помощь. Я прошу каждого зрителя этого видео, боритесь. МАНИПУЛИРУЙТЕ ЗА ЧЕСТНОСТЬ И ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ ПРИНТ-АРМИЯ СЛАВА УКРАИНЕ ГЕРОЯМИ СЛАВА